Нагорная проповедь. После избрания апостолов Иисус Христос сошел с ними с вершины горы и стал на ровном месте. Здесь дали его многочисленные ученики Его и великое множество народа, собравшегося со всех концов еврейской земли и из соседних с нею мест. Они пришли послушать Его и получить исцеление от болезней своих. Все стремились прикоснуться к Спасителю, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Видя перед собой множество народа, Иисус Христос, окруженный учениками, зашел на возвышение у горы и сел, чтобы учить народ. Сначала Господь указал, какими должны быть Его ученики, то есть все христиане, как они должны исполнять закон Божий, чтобы получить блаженную, то есть в высшей степени радостную, счастливую, вечную жизнь в Царстве Небесном. Для этого Он дал девять заповедей блаженств. Потом Господь дал учение о промысле Божьем, о неосуждении других, о силе молитвы, о милостыне и о многом другом. Эта проповедь Иисуса Христа называется «Нагорную». Так, среди ясного весеннего дня, при тихом веянии прохлады с Галилейского озера на склонах горы, покрытой зеленью и цветами, Спаситель дает людям новозаветный закон любви. В Ветхом Завете Господь дал закон бесплодной пустыне на горе Синая. Тогда грозная темная облута закрывала вершину горы, гремел дром, сверкали молнии и раздавался трубный звук. Никто не имел приблизиться к горе, кроме пророка Моисея, которому Господь вручил десять заповедей закона. Теперь же Господь окружен тесной толпой народа. Все стараются подойти ближе к Нему и прикоснуться, хотя бы к краю одежды Его, чтобы получить от Него благодатную силу. И никто не уходит от Него без утешения. Ветхозаветный закон есть закон строгой правды, а новозаветный закон Христов – закон божественной любви и благодати, который дает людям силу исполнять Божий закон. Сам Иисус Христос сказал, «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». Субтитры создавал DimaTorzok